Доброе утро! На 12-м канале «Час новостей» в студии Валентина Шемякина. И вот о чём мы сегодня расскажем. Преступная схема прямиком из блокбастера. Золотой налёт на ювелирный магазин закончился в зале суда. Последнее слово о дерзких грабителе. Уже в этом году в Омске откроется распределительный центр одного из крупнейших маркетплейсов страны. Порядка 450-480 миллиардов рублей планово. Компании, с кем мы проговариваем, подписываем соглашение. И цифровая трансформация региона. Итоги работы омской делегации в первый день Петербургского международного экономического форума. Абитуриент на все 100. Омские выпускники показали высокие результаты на ЕГЭ. Какие предметы в топе и как поощрят отличников. Дело о дерзком налёте на ювелирный магазин выходит на финишную прямую. Сегодня обвиняемые выступят с последним словом. Кража произошла прошлой осенью в торговом центре на улице Кирова. Кадры с камеры видеонаблюдения напоминают отрывок из криминального блокбастера. Мужчина в маске врывается в ювелирный магазин, разбивает витрину молотком и забирает два планшета с золотыми украшениями. На улице его ждёт напарник на машине. В общей сложности было украдено ювелирных изделий на 1 миллион 700 тысяч рублей. Награбленные подельники сдали в ломбарды. На судебном заседании будет работать и наша съёмочная группа. Больше деталей в следующих выпусках. Час новостей. Аэромобильная группировка МЧС сегодня приступила к восстановительным работам в селе Слободчике Устишимского района. Это наиболее пострадавший от паводка населённый пункт. 93 дома были затоплены под потолок. Пострадали также ФАП, детский сад, дом культуры, кочегарка и здание администрации. По поручению губернатора Виталия Хаценко, всё это должны привести в порядок в ближайшее время. Для этих целей в Устишимский район доставлено 50 тепловых пушек и 12 бензиновых генераторов. На обработку одного жилого помещения у спасателей уходит 2-3 дня. После приусадебной участки все постройки дезинфицируют. Добавлю, что уровень воды в реках на севере региона продолжает снижаться. За сутки в РТШ минус 3, в Ушиме минус 9. К другим темам. Первый распределительный центр крупнейшего в России маркетплейса откроется в Омске уже в этом году. Об этом договорились губернатор Виталий Хаценко и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума. Сейчас на объекте идёт монтаж кровли инженерных сетей. Здесь будет организован полный комплекс услуг. От хранения заказов до упаковки товаров. Это поможет расширить географию продаж и сократить логистические сдержки для предпринимателей. Но в целом только в первый день работы форума делегация Омской области подписала 8 соглашений о создании новых объектов в самых разных направлениях. Эта работа будет продолжена и сегодня. Помимо 30 встреч у нас запланировано 18 соглашений инвестиционных. Все они с конкретными планами, целями, деньгами, сроками, объектами, количеством рабочих мест. Мы подсчитали сегодня, что порядка 450-480 миллиардов рублей планово, вот компании, с кем мы проговариваем, подписываем соглашение, планируют инвестировать в Омскую область. Это и внутренний бизнес, и внешние инвесторы. Кроме того, есть договорённости о создании у нас в регионе ресурсного центра подготовки кадров для информационных технологий на базе ОМГТУ. Ресурсный центр должен будет позволить обучать студентов, которые уже потом, следом после выпуска, смогут сразу устроиться на предприятии и работать с этими программно-аппаратными комплексами компании 1С, потому что они внедрены не только у нас на государственной службе и всем известной бухгалтерии, но и 1С предприятия управления бизнес-процессами, всеми производственными. Они уже приходят, уже смогут сами и поставить эту программу, и обучать своих коллег, как с ней правильно работать. Теперь без штопора и спиц дополнительные меры безопасности ввёл Омский аэропорт. Список запрещенных к перевозу в ручной кладе колюще-режущих предметов пополнился. В их числе ножницы, включая маникюрные, складные ножи, ртутные тонометры, барометры и манометры. А что касается игл и шприцов, их можно взять с собой в салон только при наличии медицинских показаний. Отмечу, что данные правила включены по решению Федерального агентства воздушного транспорта. Посевная кампания в регионе близится к завершению. Сейчас работы выполнены на 95%. В этом году сельхозпроизводители вышли на поля позже обычного. Из-за холодной весны долго стояла талая вода. Потом начались дожди, не позволяющие технике работать. Тем не менее, сейчас основные трудности позади. А с две графика многие считают даже плюсом. Подробнее расскажет Денис Жарков. Еще несколько дозаправок и посевная в этом хозяйстве будет завершена. Осталось засеять ячменем вот это поле. С пшеницей закончили уже три дня назад. Из-за холодной и сырой погоды к работе приступили на неделю позже обычного. И заканчивают, соответственно, с задержкой. Впрочем, в этом хозяйстве проблемы не видят. Говорят, получится интересный эксперимент. Да, только плюсы, я считаю. Земля прогрелась, сорняк вылез. И быстрее всходы пойдут. Вот в этом плане. Минусов практически нет. Она бывает даже, чем позже сеешь, она быстрее всходит. И урожай даже бывает и лучше. В прошлом году фермеру не повезло. Засуха. Были все предпосылки собрать 20-25 центнеров с гектара. Получили 14-15. По иронии судьбы, в соседнем селе прекрасный урожай. Потому что вовремя прошел дождь. А эти поля тучи обошли стороной. Так что загадывать Александр Годзин не берется. Для подстраховки посеял пшеницу двух сортов. Раннюю и среднеспелую. Уверен, что хоть один из них обязательно выстрелит. Сейчас в Кормиловском районе посевная завершена на 93%. В регионе, по оценкам областного Минсельхоза, на 95%. На сегодняшний день этот колоссовский район полностью завершил сев яровых культур. Порядка восьми районов завершили сев зерновых и зернобровых культур. Осталось буквально несколько дней. И все районы уже придут в стадии 100% посева. Самая сложная ситуация в северных районах области. Там из-за подтопления часть посевных площадей придется оставить под паром. Могут сказаться на урожаи и заморозки. Например, сейчас в Горьковском районе спасают пострадавшие от них горох. Вносят подкормку, чтобы получить хорошие всходы. Что касается планов на урожай, то несмотря на все сюрпризы погоды, в Минсельхозе ориентируются на традиционные для региона 3 миллиона тонн зерна. Денис Жарков, Андрей Кузьмин, Дмитрий Хронцов, 12 канал. 15 выпускников омских школ написали ЕГЭ на 100 баллов. Речь об итоговых испытаниях по трем предметам. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, максимальный результат по химии у пятерых выпускников. По литературе у девятерых и один по географии. В этих же дисциплинах увеличилось и количество высокобальников. То есть тех, кто набрал больше 80. Как отметил глава региона, все эти ребята получат именные стипендии. При условии, что поступят для дальнейшего обучения в умские вузы. Добавлю, что сдача ЕГЭ в регионе продолжается. Уже завтра выпускники напишут экзамен по информатике. А на следующей неделе будут сдавать историю, физику, биологию и иностранные языки. В центре города перекроют движение транспорта по двум улицам. 16 июня на 19 и 20 линии будут действовать ограничения. Участки от Лермонтова до 10 лет октября закроют, но только утром с 5.30 до 11 часов. При этом парковка также запрещена. Меры временные, связанные с проведением священного праздника всех мусульман. Курбан Байрам в мэрии просит омичей внимательно относитесь к дорожным знакам. И планировать пути объезда заранее. Полтонны использованных батареек собрали неравнодушные омичи. Их уже отправили на переработку из штаба общественной поддержки Единой России. В рамках экологической акции «Чистая страна» состоялось мероприятие с юными омичами из многодетных семей. Молодогвардейцы провели для них зеленую викторину и мастер-класс, в котором закрепили полученные знания. Отмечу, что пункты приема бытовых элементов питания открыты в КТОСах и штабе общественной. При этом к сбору присоединяются воспитанники детских садов и школ. Учреждения области собрали более полутора тонн батареек и планируют в ближайшее время сдать их на переработку. Омские подростки построят город героев. Айти-лагерь приглашает школьников провести две недели летних каникул продуктивно. За это время ребята смогут создать собственные проекты, объекты с индивидуальной архитектурой. При этом максимально приближенные к реальной жизни изюминкой досуга станет посещение лекций, мастер-классов от IT-специалистов. Наряду с этим старшеклассников ждут настольные игры и спортивные мероприятия. Такое времяпрепровождение, отмечают эксперты, напрямую влияет на дальнейшее профессиональное развитие. Участие в лагере бесплатное. Необходимо лишь пройти регистрацию на официальном сайте город героев. Возрастная группа – школьники от 8 до 11 класса. И о новостях спорта. Омские веселые велосипедисты успешно выступили на соревнованиях в треке. Они прошли в столице, а также на состоявшихся в Нижнем Тагиле состязаниях на шоссе. В общей сложности наши велогонщики завоевали пять медалей, две из которых высшего достоинства. Все подробности узнаем у спортивного обозревателя 12-го канала Алексея Дарьева. На велотреке Крылатской завершились международные соревнования по велоспорту Гран-при Москвы. Российские велогонщики, спортсмены Белоруссии и Казахстана в рамках турнира боролись за медали в спринтерских олимпийских дисциплинах. В гонке по очкам омская спортсменка Дарья Степанова завоевала серебро. Одновременно с этими стартами в Нижнем Тагиле проходили всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе. Наши велосипедисты завоевали награды в гонке Критериум и в индивидуальной гонке на время. У Глеба Кулагина два золота, у Павла Христолюбова два серебра. Кирилл Савченко завоевал пояс абсолютного чемпиона Омской области поджидо. За титул победителя боролись 11 спортсменов. Абсолютный турнир проводится в полном соответствии с правилами, но не учитывает весовые категории участников. Так что вполне вероятно, что в результате жеребьевки в схватке против тяжеловеса окажется спортсмен, который намного легче своего соперника. По итогам соревнований обладателем почетного трофея и титула чемпиона стал Кирилл Савченко из спортшколы имени Пушницы. Второе место занял Владимир Воробьев из спортшколы имени Монакова. Третье место поделили представители этих же школ Игнатий Курочкин и Ростислав Садов. Омский баскетбольный клуб «Нефтяник Титан» сообщил о продлении трудовых отношений с защитником Юлией Захаровой. В общей сложности 25-летняя воспитанница Санкт-Петербургского баскетбола провела в составе «Волчиц» 28 матчей, в которых набрала 132 очка. Пока баскетболистка травмирована, но в клубе отмечают, что процесс восстановления идет успешно. Гандебольный клуб «Скиф» продлил трудовые отношения с правым крайним Дмитрием Копосовым. Срок действия нового договора до конца сезона 25-26 годов. Дмитрий выступает за нашу команду с 2022 года. Сыграл за «Скиф» 53 игры в чемпионате Кубки России. Забросил 146 мячей. В минувшем сезоне Копосов отличился 92-мя результативными бросками. Далее прогноз погоды, но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию. По телефону 695-641. Оставайтесь с нами. РАДИО МОНТЕКАРЛО МУЗЫКА МИРОВОГО КЛАССА 106,2 ФМ в Омске Работа вахтовым методом. Сварщики, монтажники, изолировщики, электромонтажники, кладовщики. СОЦПАКЕТ 21-51-82 21-51-82 Если радио, то максимум 105 ФМ в Омске. И о погоде. Завтра, 7 июня, в Омске переменная облачность, возможно осадки. В ночное время плюс 17, плюс 19, днем 22-24 градусов выше нуля. В районах облачно, небольшой дождь, ночью до плюс 14, дневная температура 13-14 градусов со знаком «плюс». Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. Увидимся в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова